Каким должно быть цветовое оформление? Накануне в администрации города прошло совещание с представителями санаторно-гостиничной отрасли, ресторанов, банков и других инфраструктурных объектов, которые уже приведены к единому архитектурному облику. Предпринимателям были продемонстрированы макеты ночного цветового оформления фасадов, экскизы, разработанные Департаментом архитектуры. 17 предприятий уже заключили договоры с подрядчиками и приступили к работе. В рамках первого этапа программы 107 объектов, расположенных вдоль федеральной трассы в Центральном районе, должны засиять до 25 сентября. Что такое гостеприимство и как будет выглядеть город, вот это проверка как раз во время форума. И поэтому, коллеги, я убедительно прошу, потому что это шанс у России и, конечно, шанс у города стать действительно курортным центром, действительно стать международным. Активная подготовка города к Олимпиаде и создание гостеприимства международного уровня ведётся на протяжении четырёх лет. Реконструируются инженерные сети, применяются современные технологии. Создана новая транспортная логистика. Из 360 километров новых дорог отремонтировано 140 уличных. К единому архитектурному облику приведены многоквартирные и частные дома. Решаются и глобальные вопросы экологии. «Вся Россия оказывала помощь сочинцам в приведении города к олимпийскому виду. Чтобы вот эти старания всей России по-хозяйски использовались. И поэтому мы очень хотим, чтобы наши жители были бережливы. Чтобы они понимали, что для города Сочи самый главный инвестор – это турист. А турист приезжает туда, где его гостей приимно встречают, где ему хорошо, где ему красиво. И поэтому это всё, что сделано сегодня, надо сохранить и даже приумножить». К началу инвестиционного форума гостеприимству международного уровня будет готова центральная часть города. Впереди – создание прогулочных, зелёных зон, а также цветочное оформление курорта. А по ночам Сочи будет расцветать яркими красками. И главное праздничное декоративное освещение будет радовать сочинцев и гостей курорта и в постолимпийский период.